Нашумевшая история, в которой агитационный баннер с символикой партии «Единая Россия» в Уссурийском районе был уничтожен из противотанкового гранатомёта, обросла новыми подробностями. Как рассказали сотрудники полиции, всё началось со странного сообщения о заминированной автобусной остановке. Утром 19 сентября на пульт дежурного ОМВД города Уссурийска поступил сигнал о том, что на одной из городских автобусных остановок заложена бомба. Прибыв на место, сотрудники полиции обнаружили на данной остановке большую спортивную сумку, предположительно начинённую взрывчатым веществом. Остановив движение автобусов и разогнав подальше людей, сотрудники полиции оцепили территорию и вызвали сапёрную группу. Однако вместо сапёрной группы на место действия внезапно прибыл председатель исполнительного комитета Уссурийского района Виталий Наливкин, который сразу взял данную ситуацию под свой личный контроль. Чего вы стоите без понтова? Кроме меня, некому решить этот вопрос. По словам сотрудников полиции, отчитав их за нежесторопность, председатель заявил, что знает, как быстро и эффективно обезвредить опасный объект, после чего попытался уничтожить его из противотанкового гранатомёта. Однако вместо сумки Виталий Наливкин случайно уничтожил агитационный щит партии «Единая Россия», который после прямого попадания к кумулятивным боеприпасам прекратил своё существование. Вторая попытка поразить взрывоопасный объект на остановке также не увенчалась успехом. После безуспешной серии попыток уничтожить цель с гранатомёта было принято решение разминировать объект вручную. При детальном осмотре опасной сумки выяснилось, что в ней 25 килограммов китайской моркови. Я не понял. Вы этого боялись? Позже из записи камер наружного видеонаблюдения удалось установить личность владельца оставленной сумки. Им оказался начальник районного отдела полиции подполковник Алексей Андрейченко, который уже задержан и даёт признательные показания. В следствии удалось выяснить, что в сумке Андрейченко перевозил крупную партию сельхозпродукции, которую он намеревался вывезти и распространять за пределами Уссурийского района. Так я не понял. Это что такое? Морковка. А где ты её взял? Скупил. Ребята, уведите его отсюда. По завершении данной спецоперации Виталий Наливкин успокоился граждан и заверил, что больше им ничего не угрожает, и они спокойно могут пользоваться общественным транспортом. Кроме того, Виталий Наливкин напомнил, что покупать билеты на междугородние автобусные рейсы лучше всего на сайте rfbas.ru. Именно там представлены самые безопасные маршруты, а также самые надёжные и комфортабельные рейсовые автобусы. Также Виталий Наливкин распорядился восстановить сопутствующий ущерб, который понёс город, и установить новый агитационный щит, который также будет мотивировать граждан делать правильный выбор на предстоящих единых днях всех российских голосований.